Небесный Титаник, который будет работать на ядерной энергии. Беспилотник Hi-Fly S700 для доставки грузов и людей. Дельта-роботы со всенаправленными колесами. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале InStarting Новости. Досматривайте это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Аниматор Хошем Али Гайли разместил на YouTube видео, на котором показан концепт гигантского реактивного самолета Sky Cruise. Он похож на что-то среднее между мега-куризным кораблем и космической станцией. В описании к ролику дизайнеры рассказывают, что крейсер будет питаться от ядерной энергии и управляться искусственным интеллектом. У самолета будет собственная смотровая башня в форме диска, с которой пассажиры смогут наблюдать за небесными пейзажами над облаками. Разработчики утверждают, что плавучее судно будет находиться в воздухе годами, а пассажиры и припасы будут добираться до него и обратно на электрических, коммерческих или частных самолетах. Все они смогут приземляться на крышу воздушного крейсера. Согласно проекту, у Sky Cruise не будет углеродного следа. Он оснащен 20 электродвигателями, работу которых обеспечит чистая ядерная энергия. На огромном корабле также будут кинозалы, театры и игровые комнаты. Также Sky Cruise можно будет использовать для проведения свадеб. В сети самолет уже сравнили с Титаником и сомневается, что его реально построить. Инновационный центр «Бирюч», входящий в группу компании «Эвко», продемонстрировал на выставке «Иннопром-2022» беспилотный летательный аппарат под названием «Хайфлай С-700». «Хайфлай» хочет попытаться предложить новый взгляд на урбанизацию для жителей крупных городов. Идея заключается в том, чтобы дать возможность жить на природе в 40-60 километров от большого города, с быстрым доступом к культурной, деловой и развлекательной инфраструктуре мегаполиса. Проект «Хайфлай» включает в себя два направления – аэротекси «Хайфлай Текси» для быстрой и экологичной городской мобильности, а также грузовой дрон «Хайфлай Карго» для оперативной доставки грузов в труднодоступные регионы. Беспилотник «Хайфлай С-700» – это грузовой эвакуационный аппарат. Он оборудован электрической силовой установкой с несущими винтами. Машина способна развивать скорость до 100 километров в час. Заряда аккумуляторного блока хватит на 20-25 минут полета при дальности до 20 километров. Дрон предназначен для доставки различных грузов и медикаментов, а также для экстренной перевозки людей, например, эвакуации из зон стихийных бедствий. Впрочем, пока аппарат находится на этапе разработки. Американские инженеры объединили трех роботов с дельта-манипуляторами и всенаправленными колесами в мобильную подставку под большие и тяжелые грузы. В зависимости от режима работы, система может удерживать груз в горизонтальном положении. Инженеры из Северо-Западного университета под руководством Кевина Линча создали более функциональную систему, помогающую людям перемещать большие предметы. Роботов на четырех колесах. У таких колес вместо гладкой поверхности или протектора установлены ролики, за счет которых робот может ехать не только вперед или назад, но а также в любую другую сторону, не поворачивая колеса. На этой мобильной платформе стоит дельта-манипулятор. Это простой и эффективный механизм, состоящий из трех рычагов с актуаторами, которые двигаются в одной плоскости. Но за счет применения шарниров и того, что концы рычагов объединены на концах, наконечник манипулятора может двигаться в любом направлении. В данном случае в роли наконечника выступает пассивный подвес без моторов, пружин и других механизмов, но с датчиками наклона его частей. Инста-360 анонсировала новое мощное дополнение к модульной системе экшн-камер One RS. Однодюймовая камера 360 Edition снимает иммерсивное видео 6К и является первой 360-градусной камерой, разработанной совместно с Leica. Камера предназначена для творческих людей, занимающихся профессиональным кинопроизводством, производством VR-контента, исследованиями на открытом воздухе и корпоративными пространствами. One RS 1-inch 360 Edition оснащен двумя однодюймовыми датчиками изображения CMOS и двойной 360-градусной оптикой, что позволяет снимать 21-мегапиксельные фотографии с углом обзора 360 градусов или 6К видео со всех сторон. Благодаря встроенным алгоритмам стабилизации изображения и выравнивания горизонта, пользователям не придется прибегать к использованию дополнительных стабилизаторов. Также Insta360 обещает превосходные возможности при слабом освещении. Новый режим PureShot HDR сочетает в себе возможности искусственного интеллекта с автоматическим брекетингом экспозиции для расширения динамического диапазона фотографий, потенциально снижая потребность в последующей настройке программного обеспечения перед публикацией. Корпорация General Motors обещает начать поставки электрических пикапов Chevrolet Silverado EV только осенью следующего года, что не помешало ей представить эту модель в январе текущего. Глава компании уже продемонстрировала прототип пикапа на испытательном полигоне в коротком видеоролике, подтвердив тем самым прогресс в подготовке к началу серийного производства электромобиля, востребованного в США формата. Запас хода пикапа на одном заряде будет достигать 640 километров, а максимальная масса буксируемого прицепа достигнет 9 тонн. Внешние потребители смогут питаться от бортовой энергосистемы пикапа через обычные розетки. Предельная потребляемая мощность достигнет 10,2 киловатта. Одной из ярких особенностей пикапа стала складная задняя стенка кабины, позволяющая упростить перевозку предметов длиной до 2,75 метра. Задние колеса пикапа смогут подруливать, сокращая радиус разворота в стесненном пространстве. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Обязательно оставляйте свои комментарии внизу под видео, а также делитесь этим выпуском с друзьями. Еще больше полезной информации вы найдете на наших полезных ресурсах, ссылки я оставлю в описании. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости, не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!